По встречке поедешь, водительское потеряешь. В Твери госавтоинспекторы усилили контроль за перекрестками, где чаще всего регистрируется ДТП. Связаны с выездом на встречную полосу движения. Как ловили нарушителей и какие оправдания чаще всего услышат инспекторы, выслушала и наш корреспондент. Есть в Твери улицы, которые снискали дурную славу у водителей. Там один за другим происходят лобовые столкновения, причем со смертельным исходом. Вот только причина трагедии вовсе не проклятие, а безответственность самих водителей, которые экономят время и идут на обгон по встречке. Такие нарушения приводят к дорож-транспортным происшествиям с тяжким последствиям, в результате которых получают серьезные травмы сами пассажиры и водитель в том числе, а порой и погибают. У нас на территории областного центра таких ДТП произошло недавно несколько. Есть такие аварийно-опасные участки. Это улица Лермонтово, это Рябеевское шоссе и Бурашевское шоссе. Рябеевское шоссе 19 июня. Лобовое столкновение. Причина выезд на встречку. Один погибший. 19 июля Бурашевское шоссе. Аналогичный инцидент. Участники ДТП получили травмы. На контроле инспекторов и перекресток улицы Лермонтово и Октябрьского проспекта. Водители выезжают на встречку, чтобы, миновав пробку, повернуть налево. Здесь дежурит экипаж ДПС, который фиксирует нарушителей. Всего за 20 минут сэкономить время попытались пять автомобилистов. Разметка, а именно длинная сплошная, никого не смутила. Вот они выстроились в ряд. Причина нарушить у них у всех одна. А куда торопились-то? Ехала впереди машина, грузовик. Там уже зеленый светофор моргал. Я объехал. Торопились куда-то? Ну, конечно, как обычно. Сэкономить время у водителя иномарки не получилось. Составление протокола об административке дольше, чем разъезжается пробка. Впрочем, ждут убытки и семейный бюджет. Выезд на встречку – маневр нынче дорогой. Но лишиться можно не только денег, но и водительского. Есть на встречную полосу либо обгон, опережение встречного движения. А так, получается, он совершил обгон. Как он сказал, то, что его не пропустили никто. Получается, он по встрече на полосе обогнал. Мы сейчас посмотрим видео. Если так все будет, то штраф от пяти, либо лишение от четырех до шести месяцев. И это только за первое нарушение. Если появится желание повторить трюк, то экономить время больше не придется. На ближайшие пару лет оно может быть расписано по часам. В январе месяце было ужесточение за повторный выезд на встречную полосу движения. Здесь уже применяется 264 статья Уголовного кодекса. Здесь либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. Инспекторы патрулируют аварийно-опасные участки дорог ежедневно. Мероприятие нацелено на пресечении опасных маневров водителей, которые постоянно спешат и сокращают свой путь через встречную полосу. Вот только не задумываются, говорят инспекторы, что переехав эту сплошную черту, можно потерять не только деньги или водительское, но и самое ценное – жизнь или свободу.